Январь 2014 года запомнится чередой серьезных аварий. Что ж, будем надеяться, что поговорка «Как встретишь Новый год, так его и проведешь» срабатывает не всегда. Здравствуйте! Вы смотрите «События недели» на телеканале Гродно+. В студии Наталья Дёрть. В рождественские выходные не обошлось без ДТП. Последствия неутешительные. Одним пришлось встретить праздник на больничной койке. Два человека погибли. Все подробности у Юлии Косила. Рождественские выходные, к сожалению, не прошли без трагических происшествий. За последние дни в Гродницкой области произошли четыре крупные аварии. Два человека погибли, шесть находятся в тяжелом состоянии. В воскресенье под Слонимом произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Водитель, уже подъезжая к городу, не справился с управлением, и автомобиль залетел под фуру. К сожалению, водитель легкового транспорта погиб на месте. Помимо мужчины, в машине находились его жена и еще двое пассажиров. От машины, которая легковая врезалась в большегрузную автомашину, практически ничего не напоминало. Сам водитель, который управлял легковой автомашиной, погиб на месте происшествия. В тяжелейшем состоянии доставили пассажирку, которая находилась сзади, за ним. И еще два пассажира, которые находились также в этой автомашине, были доставлены в больницу. В понедельник было совершено два наезда, в которых один человек погиб. В Вороновском районе, в деревне Заболоть, сбили велосипедиста, который, к счастью, остался жив. В этот же день вечером, в Лицском районе, в деревне Гончары, произошел наезд на пешехода, который шел по проезжей части и не был обозначен свето-возвращающими элементами. Мужчину спасти не удалось. По предварительной версии, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. В рождественский день аварии не произошло. Однако уже сегодня утром по улице Суворова на пешеходном переходе были сбиты две женщины, которые сейчас находятся в реанимации с тяжелыми травмами. На улице Суворова обе женщины переходили проезжую часть по пешеходному переходу, который, к тому же, нормально освещен. Водитель автомашины «Фольксваген» при перестроении, можно только догадываться, что, скорее всего, смотрел зеркала заднего вида и совершил на них наезд. В данный момент врачи борются за жизнь пострадавших в аварии женщин. Надеемся, в 2014 году будет меньше дорожно-транспортных происшествий, особенно с трагическим исходом. Юлия Косила, Юрий Дубовик, Новости Гродно+. Очередная трагедия также не заставила себя ждать. В четверг на выезде из Гродно под колеса КамАЗа попал ребенок. ДТП произошло в обед на перекрестке улиц советских пограничников и Ольги Соломовой. На место аварии выезжала наша съемочная группа. Репортаж Галина Давыдик. 2014 год продолжает шокировать серьезными авариями. Наша съемочная группа сейчас находится на месте очередного происшествия. На этот раз под колесами оказалась 13-летняя девочка. Очевидцы от комментариев отказываются. Они еще не отошли от шока. Водитель с трудом держится на ногах. Еще бы пару минут назад его 15-тонный КамАЗ переехал ребенка. Сотрудники госавтоинспекции пытаются восстановить последовательность роковых событий. Как удалось выяснить, девочка со своим другом возвращались домой из Центра творчества. На этом злосчастном перекрестке их пути и разошлись. По предварительной версии, она начала переходить пешеходный переход на мигающий сигнал светофора. А в это время автопоезд поворачивал от больницы скорой помощи в сторону деревни Барановичи. То ли водитель не заметил ребенка, то ли поздно увидел. Но так или иначе, девочка оказалась под колесами КамАЗа. Переезд был тремя колесами. На данный момент девочка находится в реанимации. Ее состояние тяжелое. Предварительно можем говорить о том, что у нее раздроблен таз, а также раздроблены плечи. Водитель КамАЗа своей вины не отрицает и, тем не менее, пытается оправдаться. Серьезными травмами девочку доставили в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь, однако несколько часов назад стало известно, что ребенок умер. Кому предстоит отвечать за жизнь школьницы, установит в ходе проверки Следственный комитет. Галина Давыдик, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Реакция властей на дорожную ситуацию оказалась очень кстати. Сразу после этой аварии мэр Гродно Андрей Худык созвал экстренное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Выяснялось, все ли в городе предприняты меры по обеспечению защиты пешеходов и водителей. Имелось в виду освещенность работы светофоров и камер видеонаблюдения дежурства нарядов ГАИ. Все подробности в следующем сюжете. Как известно, вчера днем на перекрестке улиц советских пограничников и Ольги Соломовой КАМАЗ сбил насмерть на пешеходном переходе школьницу. А сами новогодние дни в городе отмечены крупными ДТП, в которых пять человек попали с травмами в больнице, а погибших уже двое. Это не может не волновать руководство города. Председатель Гродненского горосполкома Андрей Худык экстренно созвал комиссию по безопасности дорожного движения. Пожары – гибель людей. Дорожно-транспортные происшествия – гибель людей. К сожалению, на сегодняшний день на пожарах погибло уже три человека. В дорожно-транспортных происшествиях погибло сколько у нас? Два человека. Два человека. И тяжело травмировано? Четыре. Четыре человека. Поэтому мы не можем бездействовать. Я понимаю, что в принципе службы все работают, как бы в обычном режиме, может быть, даже в усиленном режиме. Я вижу каждый вечер, что ГАИ работает, действительно работает. Наверное, не совсем, мне кажется, правильная тактика. Уезжают за пределы города, там, типа, в потемках, что-то ищут, что-то там ловят и так далее. Давайте будем смотреть действительно вот эти переезды, наши переходы, пешеходные переходы. Я, когда пришел на эту работу, я же сказал, где есть такая надобность, где есть необходимость, ставьте в известность, пишите официальный документ. Мы даем команду, находим средства, изыскиваем их источники и делаем. Если сегодня я повторяю, есть такая необходимость, давайте мы эту работу выполним. Везде ли нормальные освещены пешеходные переходы? Почему затянуто время установки еще одного светофора? Какие еще необходимо предпринять меры для того, чтобы улицы города были безопасными для гроднинцев и не приводили к ДТП? Мэрам даны поручения сделать объезд всех перекрестков и пешеходных переходов, проверить их освещенность в вечернее время, работу светофоров и видеокамер там, где они есть, активно вести повсеместно, особенно в школах, пропаганду правил дорожного движения. А сотрудникам ГАИ дежурить не только на выездах из города, но и наиболее оживленных трассах Гродно. Результат серьезного разговора сегодня налицо. Гродненская ГАИ перешла на усиленный вариант несения службы. В городе на пешеходных переходах заработал мобильный комплекс фото-видео фиксации дорожного движения. Выставлены дополнительные наряды инспекторов. В течение нескольких дней появятся дополнительные искусственные дорожные неровности, в народе именуемые лежачими полицейскими. Обзор последних дорожных новостей в материале нашей съемочной группы. 27, 92, 154. Так точно. По крайней правой полосе два пешехода на середине прежней части. Принял. На оживленных пешеходных переходах нашего города начали появляться мобильные комплексы фото- и видеофиксации участников дорожного движения. Один из таких сегодня был установлен на перекрестке улиц советских пограничников и Гагарина. Буквально через час новый метод показал свою эффективность. Всего за несколько минут выявлено более десятка нарушений. Почему вы нарушаете правила, что такие пешеходы, жизни людей? Видите, случайно не заметил. И шли в полосе, и бусы это. Он притормозил, а я только потом заметил. Ну, вы будете задумываться? Ну, так работаю в такси, все-таки задумываюсь. Вслед за вчерашней страшной аварией, когда под колеса КамАЗа попала 13-летняя девочка, сегодняшнее утро в областном центре началось с наезда на пешехода. И в этом случае пострадавшим оказался подросток. Которого на улице Лиможа сбил легковой автомобиль. В связи с участившимися случаями наезда на пешеходов, весь личный состав госавтоинспекции перешел на усиленный вариант несения службы. В утреннее и вечернее время на основных пешеходных переходах нашего города будут находиться сотрудники госавтоинспекции, которые будут также пресекать факты нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов. К тому же также было принято решение на пешеходных переходах, а именно на проезжей части, вне зависимости от полос движения 1, 2, либо 4, в тех местах, где транспортное средство физически может превысить скорость движения, будут укладываться спящие полицейские. С начала 2014 года на дорогах в Гродничины произошло 6 ДТП с участием пешеходов, в которых 3 человека погибли и 5 получили травмы. Последствия таких аварий заставляют госавтоинспекцию по-новому смотреть на методы и способы борьбы с нарушителями правил дорожного движения. Видеоконтролю подвергнутся самые аварийные пешеходные переходы областного центра. Ежегодно десятки камер будут выставляться в разных местах нашего города. Евгения Филиппова, Андрей Шмыгин, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Еще одна новость для автолюбителей. Хочешь ездить по дорогам – плати. С 1 января в Беларуси начала взыматься госпошлина на участие автомобиля в дорожном движении. Размер платы в первую очередь зависит от разрешенной массы автомобиля. Раскошелиться придется как организациям, так и обычным автовладельцам. Сколько нынче стоит прокатиться с ветерком, узнавал наш корреспондент. С января 2014 года в нашей стране предусмотрено взимание государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Разрешение выдается республиканским унитарным сервисным предприятием «Белтехосмотр», Министерство транспорта и коммуникаций и его структурными подразделениями по месту проведения государственного технического осмотра транспортного средства. Госпошлины уплачиваются до момента приезда на государственное техническое осмотра транспорта. Поэтому сюда владелец транспорта или физическое лицо, или юридическое лицо должно приехать уже с уплаченной госпошлиной. Госпошлины уплачиваются в учреждениях банка, там имеются коды платежей для физических лиц, для юридических лиц. Определенные ставки имеются и здесь, на любой диагностической станции, и имеются в банках. Госпошлина для физических лиц за легковой автомобиль массой не более полутора тонн составит три базовые величины. Транспортное средство более полутора тонн до двух тонн – пять базовых величин. Более двух тонн до трех тонн – семь базовых величин. Авто массой более трех тонн – десять базовых величин. Стоит помнить, что владельцам транспортных средств моложе десяти лет, которые проходят техосмотр раз в два года, пошлину нужно оплатить вдвойном размере. Кроме того, на станции нужно будет оплатить и саму процедуру технического осмотра. В среднем в Гродно ее цена около 150 тысяч рублей за легковой автомобиль. Без соответствующего разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении участникам дорожного движения придется иметь дело с законом. Если этого разрешения нет, значит, имеется административная ответственность, которые, ну, права к привлечению к административной ответственности имеются в госэптоинспекции. По словам Витослава Лясоцкого, лучше всего, если появились вопросы, задать их на станции. У работников есть все необходимые реквизиты. Познакомиться с ними можно на официальном сайте унитарного предприятия «Белтехосмотр». Наталья Иванченко, Андрей Шмыгин, Анатолий Бояринцев. Новости Гродно+. Далее в нашей программе. Под Гродно съели самую большую в Беларуси колбасу. Дом на солнечных батареях и энергии Земли. От фантастики до конкретного проекта. Подари надежду тем, кто ее уже не ждет. Волонтеры вручили рождественские подарки одиноким, тяжело больным людям. Чудесная история Рождества. Домашний театр «Мария Искусница» ежегодно устраивает благотворительные утренники. Все на карнавал. Театр «Кукол» приглашает провести Старый Новый год в его теплой и нарядной компании. Первый метр самой длинной в Беларуси колбасы ушел с молотка в агротуристическом комплексе «Коробчицы». Остальные метры изделия предлагались посетителям на дегустацию. Шестиметровую колбасу изготовил к зимним праздникам Гродненский мясокомбинат. А презентовали необычный мясной подарок на Рождество в самой агроусадьбе. Как это было в репортаже Евгении Филипповой. Новогоднее представление для детей и взрослых и веселая развлекательная программа в агротуристическом комплексе «Коробчицы» с размахом отпраздновали Рождество Христово. Приобрести сувенирную продукцию, а также различные угощения можно было на рождественской ярмарке, которая к праздникам значительно расширила свой ассортимент. Ну а самые маленькие гости вместе со Снегурочкой и другими сказочными персонажами кружились в веселом хороводе у зеленой красавицы. Положительных эмоций в этот день хватило всем. Сегодня здесь выступают замечательные артисты, проводятся конкурсы. Здесь работает резиденция Деда Мороза. Рады видеть всех ребятишек, поприветствовать их, послушать их песни, пляски и стихи. Подарите Дедушке Морозу обязательно замечательный подарок. Ну и самое главное, здесь царит исключительно замечательное новогоднее рождественское настроение. Главным же подарком для участников рождественских гуляний стала трехметровая вареная колбаса от Гродненского мясокомбината, попробовать которую мог любой желающий. А их, к слову, было немало. На вкус обычная докторская колбаса, а вот ее размеры действительно удивляют. Да и, как признаются на предприятии, это самый большой батон вареной колбасы, изготовленный когда-либо в Беларуси. На приготовление праздничной новинки было затрачено немного больше сил и внимания, чем на другую продукцию. Ведь в отличие от сыровяленой колбасы, вареную гораздо легче сломать. Стоит отдать должное настоящим профессионалам в белых колпаках, которые со своей задачей успешно справились. Это одна из многочисленных идей нашего генерального директора. Сегодня все специалисты поддержали эту идею, сделали эту замечательную, вкусную, большую колбасу. Но еще много-много разных событий, разных моментов ждет наших гостей. Поэтому еще впереди очень много праздников, год только начинается. Но обо всех секретах не будем торопиться рассказывать. По восторженным лицам людей можно смело сказать, что праздник удался. Только вот от запланированного ранее катания на санях пришлось отказаться. Видимо, это развлечение погода посчитала уже лишним. Евгения Филиппова, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Энергоэффективные дома себя оправдали. Сегодня в Гродно делают ставку на умное строительство. Впервые новейшие технологии применили на улице Держинского, где было возведено теплое и экономически выгодное для жильцов здание. Теперь же в Институте Гродно граждан проект задумывают построить дом на солнечных батареях и энергии земли. Детали грандиозной идеи в следующем сюжете. В Институте Гродно граждан проект работа просто кипит. Инженеры трудятся, не покладая рук. Сейчас все силы направлены на создание нового интересного проекта. Речь идет о строительстве энергосберегающего жилого дома с использованием возобновляемых источников энергии. К слову, Беларусь первой среди стран СНГ начала строительство энергоэффективных домов. Сегодня их в нашей стране уже 15, но среди них не было жилья с возобновляемыми источниками энергии. В нашем городе первый экономный жилой дом появился в 2009 году. При строительстве были использованы современные энергосберегающие разработки, утеплены стены и вставлены энергоэффективные окна. Сегодня структура теплопотерь выглядит таким образом. Наружные стены где-то примерно 24% теплопотерь, окна там 17%, кое-кто же там перекрытие-покрытие, но самое главное 50-55% тепла уже сегодня уходит с вентиляцией. То бишь заниматься дальше наращиванием стен бессмысленно. Заниматься надо главным, а главные потери это через вентиляцию. В умном доме по улице Держинского уже установлена механическая вентиляция и рекуперация. Это значит, что теплый воздух из помещений не уходит на улицу, а фильтруется и возвращается в квартиру. Останавливаться на достигнутом не стали, и уже к концу 2015 года в Гродно появится многоэтажный жилой дом с солнечными коллекторами-гелеустановками для подогрева воды и солнечными батареями для выработки электроэнергии, которые установят на кровли многоэтажки. Также здесь будет впервые использоваться энергия земли. Строительство же будет осуществляться в рамках программы ПРООН. Финансовую поддержку энергосберегающих мероприятий оказывает Организация Объединенных Наций. Горячая вода будет нагреваться за счет отбора тепла грунта через свайные фундаменты, которые под этим домом будут. Здесь будут сваи полые для того, чтобы теплононоситель гонять через сваи в грунт и забирать оттуда тепло. И этого для достаточно, вот этих через фундаменты мы получим уже горячую воду. Проект энергосберегающего дома на 120 квартир разработали сотрудники Института Гродно-Гражданпроект. По предварительной оценке стоимость такого дома будет на 10-15% дороже. Однако, как утверждают специалисты, он быстро окупится гораздо меньшими суммами в жировках для жильцов. Евгения Филиппова, Юрий Дубовик, Анатолий Бояринцев. Новости Гродно+. В новогодние рождественские праздники волонтеры Гродненского отделения Белорусского общества Красного Креста поздравляют тех, кому не от кого ждать подарков. В среду сестры милосердия навестили тяжело больных людей во второй городской больнице. Дарили им подарки, говорили теплые слова, вселяли надежду. Сюжет нашей съемочной группы. Вторая городская клиническая больница имеет не только славную многолетнюю историю, но и мощную инструментальную лечебную базу. В учреждении здравоохранения работают квалифицированные работники, способные оказать качественную медицинскую помощь по различным профилям. Наличие современной материально-технической базы позволяет внедрять высокотехнологические методы лечения. В эти новогодние дни есть у больницы и свои традиции. В городской клинической больнице номер 2 функционирует отделение сестринского ухода. Медицинский персонал учреждения обеспечивает уход за тяжело больными. А в праздничные, особенно рождественские дни, мы обеспечиваем особую атмосферу для этих больных. Вот и в эти дни, как стало уже доброй традицией на протяжении ряда лет, мы вручаем подарки больным отделения сестринского ухода от администрации больницы. Не осталось в стороне от благотворительной акции и Гродненская городская организация Белорусского общества Красного Креста, которая ежегодно посещает данное учреждение здравоохранения. В гости к пациентам пришли волонтеры с рождественскими подарками. Для пациентов этих важно общение. Ну а кроме общения мы привозим им подарки, элементы одежды, элементы ухода, сладости. Вот такой набор. По словам организаторов благотворительной акции, главной ее целью является привлечение внимания общества к людям с тяжелыми заболеваниями. Наталья Иванченко, Андрей Шмыгин, Анатолий Бояринцев. Новости Гродно+. Библейская история доступным языком. Очередной подарок ребятам из Гродненского детского дома подготовил домашний театр «Мария Искусница». Волшебное представление прошло в музее истории религии. К тому же под елкой детей поджидали и другие сюрпризы. Какие, расскажет наш корреспондент. Этих ребят из Гродненского детского дома всегда окружают особой заботой. И подарки под елку им приносят, к сожалению, не родители. Но желание поздравить их с праздником выражают десятки организаций и предприятий множества простых людей. Вот и в музее истории религии, куда пригласили под Рождество воспитанников детского дома, они встречали Деда Мороза со Снегурочкой, водили хороводы под елкой, угадывали загадки и получали призы. А хозяйкой этого большого благотворительного праздника стала Мария Искусница. Настоящая добрая фея и волшебница, не в первый раз организовывающая такие детские праздники счастья. Мы этих детей уже очень давно знаем. Наш театр ездит к этим детям уже не единожды. И они нас уже узнают. И не только в костюмах, но и без костюмов. Пьесу написал святой Дмитрий Ростовский. В эталоне она называется «Комедия на Рождество Христово». У нас спектакль называется «Рождественская мистерия». Музей в эти дни рассказывает об истории белорусских театров «Батлейка». А Мария Искусница привезла сюда современную свою «Батлейку», где маленькие куклы поведали детям удивительную историю рождения Иисуса Христа и призвали творить добро каждый новый день. Театр «Кукол» устраивает для гродницев карнавальную ночь. Утренник для взрослых начнется в 10 часов вечера 13 января. Гости не только вспомнят детство и расскажут стихи Деду Морозу, но и встретят в полночь шампанским Старый Новый год. Какие еще сюрпризы подготовил театр участникам карнавала, узнавала Евгения Филиппова. В ночь на Старый Новый год взрослых гродницев ждет удивительное путешествие в мир детства. Гродненский областной театр «Кукол» приглашает всех желающих окунуться в мир сказки и волшебства. Идея провести необычный праздник под названием «Карнавальная ночь» принадлежит творческому коллективу театра. По опыту предыдущих мероприятий, ночь в театре, хэллоуин в театре, мы поняли, что вот такой формат мероприятий, он пользуется популярностью у зрителей, и мы хотим сделать такой подарок. Это будет тот же самый утренник, который мы показывали детям на протяжении вот этих всех новогодних утренников, только, естественно, он будет немножко адаптирован под взрослого зрителя. На утренник для взрослых артисты театра советуют приходить сразу в карнавальных костюмах. Среди гостей будет определен победитель на лучший наряд. Этот человек получит приглашение на воплощенную на сцене гениальную повесть Пушкина «Пиковая дама». Участники необычного праздника посмотрят спектакль «Тайна снежной королевы» во взрослой интерпретации. Эта постановка только за время детских утренников была показана более 60 раз. Стоит отдать должное актерам, которые каждый раз выкладывались по полной. Зрители, дети не догадывались о том, что мы это играем в 25-й раз, в 40-й и так далее раз. То есть каждый раз мы играли как в первый раз. Но на протяжении всех этих спектаклей появлялись какие-то шутки, какие-то оговорки, какие-то приколы, если можно выразиться таким вот языком. Некоторые вещи мы, конечно же, озвучивали на сцене для того, чтобы как-то украсить вот эту монотонность трудовых дней. А некоторые вещи по понятным причинам мы не могли озвучить, но где-то в кулуарах мы об этом говорили. По окончанию спектакля всех гостей ждёт новогоднее представление у ёлки с участием главных героев праздника Деда Мороза и Снегурочки. Также Новый год вместе со зрителями будут встречать капитан Джек Воробей, пират Джон Сильвер и мумия. А ровно в полночь гостям разнесут шампанское. Для тех, кто ещё не успел приобрести билеты, советуем поспешить. Их осталось совсем немного. Евгений Филиппов, Анатолий Бояринцев, Новости, Гродно+. Новогодние и рождественские праздники подходят к завершению. Осталось лишь Крещение и Старый Новый год. К слову, последний считается самым загадочным русским праздником для иностранцев, а также редким историческим феноменом. Это скорее дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. В любом случае, если не хватило волшебства и сказки, что-то не удалось, не успелось в новогоднюю ночь, есть шанс всё исправить на Старый Новый год. Посмотрели события недели на телеканале Гродно+. Приятных выходных, удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова